Добрый день! Пять лет давайте его поздравим. Хороший строитель, кстати, кто был в Татарстане, наверное, согласится. И тогда, в общем-то, мы говорили и о тех достижениях, которые сегодня были отмечены, я повторять не буду, и о тех рисках и проблемах, которые существуют сегодня в строительной отрасли и в жилищно-коммунальном хозяйстве. Мы как-то немножко делим эту тему. У нас строительная неделя, но я полагаю, что тема эффективности жилищно-коммунального хозяйства, она взаимосвязана со строительной отрасли и делить здесь просто ничего нельзя. Может быть, с этого начну. И хотел бы вас проинформировать, что совсем недавно большая инициативная группа приняла решение о создании Совета жилищно-коммунального хозяйства, куда включены все представители наших регионов, те, кто действительно предметно и, что самое главное, профессионально занимается жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому я просил бы, наверное, наше строительное неделю сегодня поднять эту тему. Можно строить, но ставить дома на немодернизированную жилищно-коммунальную структуру, на устаревшую коммунальную структуру, конечно, нельзя. Это первое. Второе, наверное, о чем хотел бы сказать, что называется, нет худа без добра. Давайте вспомним исторические аналогии той же Европы и Соединенных Штатах Америки XX века, особенно его первой половины. Чем сложнее было в этих странах, тем активнее развивалась строительная отрасль. И самые лучшие строительные проекты, будь то Германия, Италия, США, вы понимаете, о чем я говорю, были тогда реализованы. Кстати, и наша страна, если мы вспомним до 1932-1933 годов, ведь мы были в дипломатической изоляции полно. Нас практически никто, кроме Афганистана, кстати, не признавал тогда. И строили. Я понимаю, это была другая политическая система, другая государственная система, но кое-что, наверное, из того опыта нам придется брать. Я не призываю к военному коммунизму, к диктатуре, но поверьте мне, работать в условиях жестких мер, которые приняты против нас, таких жестких мер не было никогда для Советского Союза. Давайте вспомним. Никогда не было. Мы должны, наверное, несколько поиначе посмотреть, наверное, и на финансово-экономическую модель, и на позицию Банка России, дабы борьба с инфляцией не привела к борьбе с экономикой нашей страны. У меня вообще-то вопрос, как бывшего председателя счетной палаты, каким образом 300 миллиардов долларов мы сегодня, по сути дела, потеряли, да, не заморожены, не изъяты. Почему это произошло? Вы сейчас спросите, какое это отношение имеет к строительной отрасли? Это самое прямое, на самом деле. Самое прямое. О чем еще хотел бы сказать в этой связи? О тех проблемах, которые мне сегодня очевидны, о чем говорил и Марат, и Никита. Это, конечно, вопросы, опять же, если переходить к ситуации с банком, с ипотекой. Понятно, что при нынешней ставке говорить о всероссийской ипотеке, наверное, нельзя. И давайте говорить откровенно, что прошлый год успешный, чрезвычайно успешный с точки зрения количества квадратных метров, которые были введены. Конечно, Никита, согласитесь со мной, львиная доля – это все-таки та ипотека, которая сработала. Люди поверили. Понятно, мы сейчас живем в иной ситуации, но тема льготной ипотеки, точечной ипотеки, региональных аспектов ипотеки мы снимать с повестки дня не будем. И я в этом глубоко убежден. Я думаю, Никита со мной согласится. Правильно я говорю? Это первый аспект, о котором хотел сказать. Следующее. Резкое подорожание строительных материалов. Все это произошло ни вчера, ни сегодня. Понятно, экономическая конъюнтура, мы все ссылаемся на рыночную экономику Европы, мира. Ну, хватит на это ссылаться. Мы сегодня живем в другом мире. Поэтому я предполагаю, что те меры, которые первоначально были приняты правительству, и поручение ФАСУ, возможности регулировать цены на стройматериалы, они на сегодняшний день недостаточны. Я абсолютно убежден, что правительство должно принять самые жесткие меры в этой связи. Другого пути у нас нет. Ну, слушайте, песок на 100% подорожал. Нашу песканец в стране, что ли? Ну, смешно об этом говорить. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Третий аспект, и сегодня мы на него должны посмотреть уже несколько по-другому, мы об этом, кстати, говорили на коллегии, это нехватка рабочей силы. Опора на так называемых мигрантов мне представляется, если не ошибочной, то тупиковой. Да, без них, наверное, где-то мы не обойдемся. Но давайте посмотрим, вот здесь сидят люди, которые занимаются непосредственно стройкой, что за мигрантов мы сюда приглашаем, с какой специализацией, с какой биографией, прошу прощения, и гилловской, может быть, со знанием русского языка. И куда они потом попадают? Куда они потом попадают? Вот анализ, который мы должны с вами сегодня провести и представить его правительству. Поэтому, безусловно, мы должны по-иному посмотреть сегодня на строительный потенциал наших собственных строителей. У нас есть прекрасные учебные заведения. У нас есть целая программа, в том числе в общественном совете Минстроя «Я строитель будущего». У нас есть прекрасные молодежи. Вообще, правительству нужно посмотреть, каких специалистов готовят наши вузы. Я в прошлый раз уже говорил, я сейчас возглавляю Ассоциацию Союзов России и веду там направление, связанное с юридическим образованием. Ну, 300 тысяч юристов в год выпускаем. Если бы они, конечно, пошли на стройку, правда, какие из них строители, я не знаю, извините. Это было еще было понятно, по крайней мере. И это касается и других сфер образования и народного хозяйства. Вещи взаимосвязаны. И здесь бы хотелось тоже от вас услышать не только предложения, но и конкретные меры, которые будут принимать в том числе наши регионы. Еще один очень важный аспект, на который не могу не обратить внимания, это вопросы энергоэффективности. Год назад я уже об этом говорил, сейчас они могут сказать, ну, что ты лезешь в свою энергоэффективность, сейчас не до этого, мол, денег нет. Ну, денег у нас, деньги есть. Вот, даже сегодня деньги есть. Понятно, что мы не можем снова возвращаться к Хрущевке. Понятно, что мы не можем терять столько тепла и электроэнергии. Понятно, что мы не должны попадать в углеводородную ловушку. Ведь для чего санкции вводит Запад? Прямо говорят, прямо, жестко, даже Гитлер так не говорил, разрушить полностью экономику России. В том числе и в нашей с вами сфере. Поэтому и здесь хватит, как говорится, языком чесать. Пора внимательно посмотреть, что мы строим с точки зрения энергоэффективности. Тем более, что правительство выделило, и сейчас не снимается с повестки дня эти средства, да, они какие-то 150 миллиардов на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. Это же вопрос в том числе и энергоэффективности, что мне представляется чрезвычайно важным. Через ОНЖКХ, совершенно верно. Вот, сейчас мы этим уже конкретно занимаемся. Ну, и завершая свое выступление, во-первых, я хотел бы попросить, я, кроме всего прочего, вошел в декабре, Мишустин Михайлович создал экспертный совет при премьер-министре. Я туда вошел, там у нас 20 человек, в том числе три бывших премьер-министра России. Вот, я возглав там комиссию по ЖКХ и строительству. У нас есть прямой путь доклада премьер-министру, в том числе конкретных предложений, конкретных оценок. Я надеюсь, что после нашей строительной недели, вот через нашу комиссию, мы смогли бы доложить председателю правительства наши конкретные предложения. Ну, и завершая свое выступление, давайте согласимся. Нет, опять же, повторюсь, прошу прощения за повторение, повторение мать учения. У нас все-таки санкции 2014 года, кризис 2008 года подготовил к тому, что мы можем работать в очень сложных условиях, конечно, менее сложных, чем было тогда, в 2014 году, и все же. Поэтому я абсолютно убежден и согласен с вице-премьером о том, что в этой конкретной непростой ситуации именно стройка, именно строительство может сыграть решающую роль в подъеме нашей экономики и отечественной промышленности. Спасибо.